Ну что ж, Ариару, мой маленький любитель покушать, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как City Skylines. Пожалуй, в этой серии я займусь тем, что сделаю нашу единственную дорогу больше не такой единственной, а именно, я сделаю другие пути сообщения нашего города с внешним миром. Ну, хотелось бы разместить здесь в городе какой-нибудь паромчик и, по возможности, какой-нибудь аэропортчик. Но это постепенно, понемножку, потихоньку, ну и будем это делать. А для начала я вижу у нас большую потребность в промышленных районах, давайте его застраивать. Тем более, что в этих районах я пробок вообще практически не наблюдаю, что мне опять-таки не может не нравиться. А значит, то, что такого вида здесь райончики, а именно полное здесь заполнение, будет не лишним. Тем более, что у меня открылся целый этот район, и его можно будет как-то сейчас облагородить, так, чтобы не помешать нашему городу. Я вижу, у нас есть большая потребность по воде. Да, у нас не справляется наш водопровод, и нужно сначала этим заняться в приоритете. Сначала сброс нужно построить здесь, а также нужно будет сделать где-нибудь здесь набор этих вод. В принципе, я думаю, здесь вот даже неплохое место, учитывая то, что вот это вот является началом всего этого озера. Пока, три штучки, дальше, я думаю, посмотрим, и их пока хватит, я думаю. Главное, чтобы они не выключили у нас все это озеро. Так, посмотрим, у нас снова большие проблемы с деловыми зонами, и снова людям требуется работа. Хорошо, давайте заселять, давайте заселять, раз, потребуется. Я вроде как заселил оставшуюся часть, я пытаюсь сделать это как можно более компактно. Но мне кажется, это не особо помогает. Хотя, все может быть, все может быть, дорогие друзья. Я тут решаю проблемы с нашим образованием. Потому что, как показывает практика, людям просто не хватает, в принципе, образовательных учреждений для проведения дальнейшего обучения им. И, как можно поглядеть, то, что одного универа здесь, в принципе, не хватает. Здесь универа хватает, но не на весь район. То есть, необходимо будет построить еще один университет. И этого универа тоже, в принципе, хватает, но не на все районы, и что не очень хорошо. Пока я жду, у нас снова можно видеть большую потребность по промышленным зонам. Но я думаю, они сами у нас будут как-то развиваться. И пока мне строить новые районы, что-то очень не хочется, на самом деле. Но, хотя по факту, я могу дальше развивать этот район. Я дальше могу его продолжить аж до сих. Но, блин, мне кажется, это очень некрасиво будет смотреться. Я продолжаю застроение у нас деловых районов, потому что в этом есть большая необходимость. И я не наблюдаю тут пробок, тем более. И поэтому, я думаю, строить здесь их очень хорошая идея. Я тут немножко думал и решил, что депо такси, которые здесь размещены, можно идеально же перенести вот в эти места. Пусть они здесь стоят, там же, где у нас стоят автобусы на биотопливе. А также я парочку еще, пожалуй, здесь разместил такси для того, чтобы увеличить размах, в принципе, сети такси, которые у нас здесь есть. Так, пробки откуда-то опять опознавались, откуда они, интересно, взялись у нас. А, это не пробки, это просто машины так стоят. Надо будет вообще в идеале запретить машинам здесь останавливаться, но тем не менее пускай здесь стоят. Вообще, вообще, в идеале было бы пустить вот так вот по кольцевой трамвай. Было бы вообще шикарно. И можно посмотреть, как это произойдет. Нет, все-таки тут какая-то пробка здесь все-таки есть. И она очень большая, хочется ее решить. Вроде как все проблемы с пробками, я более-менее решил, что меня не может не радовать. Хотя здесь вот продолжает какая-то пробка образовываться. Я не понимаю, откуда она берется и что она делается. 47 пассажиров, хорошо. Но мне кажется, это как-то маловато, нет? Тем более, что по финансам приносят нам по-прежнему автобусы расходы. Хотя не так интенсивно, как это могло бы быть. Хорошо, я попробую разметить еще парочку автобусных маршрутов в других местах. Может быть, это как-то нам тоже поможет. Я сделал тут еще один маршрут. И я остался только, наверное, в одном месте у нас маршрут разметить, чтобы для пущей уверенности. Вот и все. Три маршрута у нас построены, кольцевые, по этим трем районам нашего города. Это должно нам как-то помочь в развитии. И надеюсь, что скоро они будут пользоваться. Тем более, что количество людей, пользующихся именно этим маршрутом, постепенно возрастает. Все-таки я перенес склад, потому что, как показывает практика, он уже сделал здесь большие пробки. Я занимался последние несколько минут им непосредственно этим районом и пытался убрать здесь пробки. Потому что здесь они какие-то очень дикие даже возникают. Все, вроде как я здесь проблемы с пробками решил. Основательно и бесповоротно. Да, пускай этот район существует и можно видеть, что наш город практически выровнялся в наших потребностях. Что значит, что наш город процветает постепенно, потихоньку. Так, я хотел давно заняться непосредственно вот этим вот районом. И хотел здесь делать такие же высокоэтажные здания, нежели как маленькие здания. Потому что это, мне кажется, смотреться будет более эстетично. Также попробую здесь вот разместить временно, ну или не временно, коммерцию высокой плотности. И посмотреть, что из этого выйдет. Так, все. Вроде как мы остальное провели. Можно было бы застраивать, начинать эту зону нашими домами. Но пока я делать это не буду, потому что у нас опять у города большая потребность по деловым зонам. Да, что-то слишком много как-то деловых зон требуется нашему городу. Видимо, город очень много требует рабочей силы. Хорошо, давайте найдем место. Я думаю, здесь, в этом районе делать жилые зоны полностью. Вот этот будет жилой у нас район. А здесь можно, в принципе, делать деловые зоны. Да, я думаю, очень хороший план. Так, у нас получилось здесь кольцо. Я вряд ли буду делать какое-то очень большое совмещение с этим районом. Потому что здесь, в принципе, это не надо. И просто сделаю здесь такой же район, ничего не заморачиваясь, как и этот район. Мне кажется, что здесь очень хорошо бы вошел пешеходный и дорожный переход для наших пешеходов. Потому что здесь слишком много переходов. Давайте его сделаем. Все, я сделал пешеходный переход здесь. Я его сделал, решил сделать наземным. Мне кажется, это будет очень даже хорошо. И можно видеть то, что тут люди ходят иногда. Но все-таки они предпочитают идти по низу. Хотя логичный и более безопасный маршрут это поверху. Ну что ж поделать. Надо бы сделать здесь целенаправленно новый район. В ответвлении от старого нашего района. И хотелось бы здесь вот сделать, не забывая то, что стиль это будет Modern City Center. Да, и начинаем здесь застройку наших районов. Хотя, можно посмотреть то, что наши в принципе все потребности выровнялись. Но давайте сделаем здесь застройку, раз людям требовалось она. Дальше посмотрим, что из этого получится. Тем более, что здесь у нас уже, как можно видеть, практически все застроилось. А значит то, что мы можем вполне целенаправленно продолжать нашу застройку. Все, и остатки я делаю здесь в коммерции. Сейчас вот тут какие-то гигантские пробки опять из-за нашего промышленного района возникают. Тут проблемы, тут проблемы. Ну блин, тут проблемы из-за тупости людей. Потому что они, блядь, очень сильно тупят. Им же надо на мосту перестраиваться и дальше ехать. Не чтобы нормально поехать сразу. Поэтому здесь пробка и возникает в принципе. А тут пробка возникает примерно из-за такой же проблемы. Потому что эти не пропускают шоссейников и тупо лезут на рожон. Хотя и тут люди просто перестраиваются, блядь. Я вообще не понимаю их логики. А в принципе, какая разница? Я их отсюда вот убрал. Они вот сюда вот все полезли. Что за идиоты, а? Что-то мне подсказывает, что вот эта вот развязка дорожная в виде клевера очень сильно нам не помогает. Мне кажется, как бы это печально не было признавать, но мне кажется, снова придется переделывать вот этот весь район. Что мне не хочется делать, блин. Как минимум, потому что мне нужно будет свободное пространство для того, чтобы освободить вот это все. Для того, чтобы сделать здесь нормальную развязку. Как бы мне не было это причально признавать, но скорее всего сейчас мне нужно будет начать тотальную перестройку города вместе с установкой парочки модов. Потому что этого делать в принципе невозможно. Ну а пока мир разгружается, я хотел бы сказать то, что я все-таки установил парочку дополнений. А именно мувит и дорожную анархию. И мне кажется, это поможет нам более точно и более красиво строить наш будущий город. То есть, что я предлагаю? Я сейчас предлагаю полностью отказаться от концепции этого города. То есть, я предлагаю полностью удалить сейчас зоны. Для начала одной, а потом уже второй. Я вот отказался, и сейчас будем наблюдать, как это все повлияет на наш дальнейший город и судьбу нашего города. Тут есть линия метро. Скорее всего, эти районы я не буду никуда убирать, а просто их как-то переоборудую в более улучшенный вариант. Например, как вариант можно сделать здесь в будущем какой-нибудь жилой район, ну или что-то наподобие. Да все равно пробки есть. Хорошо, хорошо. Это не проблема. Я просто удаляю еще этот район. Всего-то делов-то. И нужно подождать, когда у нас экономика нашего города придет в стабильную или в примерное равновесие. Как я и говорил, у нас подскочило резко спрош промышленные и деловые районы. Так, давайте их заселять. Здесь у нас есть хороший район для этого. Начинаю я заселение вот этого района нашими деловыми зонами новыми, потому что в них есть большая потребность в нашем городе. Пускай люди сюда заезжают, пускай люди здесь заселяются. Я думаю, это очень благотворно на них повлияет. Впоследствии я с большей вероятностью сделаю здесь какой-нибудь паром для того, чтобы в наши деловые зоны был доступ к сырья и товаров. Возможно, кстати, сделаю здесь аэропорт грузовой. Тем более, что здесь есть, вот, можем видеть здесь есть железную дорогу. Ее можно будет тоже как-нибудь провести сюда и сделать здесь депо. Таким образом, чтобы товарные проезда могли здесь разгружаться и загружаться. Вот у нас, кстати, то место, где у нас были проблемы. Сейчас я включаю анархию. И все. Замечательно. Я строю здесь новую дорогу свою. Все. Вот как и нам легко и просто помогает анархия. На самом деле, мне ее сильно не хватало. Я думаю, сейчас это все у нас только пойдет на благо. Я тут пробки и тут разогреб. Ну, по большей части. Все-таки можем видеть то, что нашим убежищем не хватает материалов, а именно сырья и прочей еды. Как можно помнить, это нам все поставляло вот этот вот райончик. Хотя я слабо понимаю, как это вообще здесь происходит. Я последние несколько минут пытаюсь просто разобраться с этими пробками, диками, потому что большая часть вот этого района, а именно грузовики и прочие, хотят уезжать. А уезжают они непосредственно через вот этот вот район и больше никак они не хотят уезжать. Можно было бы здесь вот купить клетку и сделать, наконец-таки, нормальную развязку. Даже две клетки, пожалуй, куплю. Так, в итоге у нас получалась здесь вот такая вот развязка на этот раз. И сейчас посмотрим, как она будет приносить свои плоды и будет ли она вообще работать, потому что у меня постигают в этом смысле некие сомнения. Блин, тут все равно как-то криво получилось, хотя я пытался вроде как муви там поработать. Вот теперь более-менее ровно. И смотрим, она справляется, ну, не сказать, что плохо, она справляется нормально. То есть пробок никаких нету, это меня не может не радовать. В итоге, я так понял, очень городу нужен вот этот вот район загрязняющий, потому что он очень приносит много пользы. Как бы это странно не было. Хорошо, я примерно представляю, как эта концепция будет, но для этого мне нужно будет все это сносить. Так, в итоге, ну, как и было ожидаемо, я все здесь нес, практически все здесь нес, весь этот район. Как только свалки будут в скором времени очищены, я их тоже снесую, снесу этот район. А сейчас у меня вот такая вот здесь получается круг. Вот. В итоге еще помочь через здесь полчасика. У меня получается примерно вот такая ситуация. Да, и вроде как это не создает, не создает больших проблем. Я понял примерно, как строить эту развязку с помощью мувита и прочих сторонних модов. Я все-таки нормально ее построил с помощью анархии. Да, и вроде как это не создает больших заторов. Замечательно. Заторы зато появляются здесь. Вот. Вроде здесь пробок тоже нет, что есть замечательно. Ура. Осталось только проблем у нас с недостатком товара. Товара не хватает, но это из-за того, что у нас нет этого района непосредственно, да? Я сейчас попробую вот этот вот полуостров застроить, потому что он мне здесь в принципе не нравится. Ну да, немножко подтапливает нас все-таки. Ну так же, как и подтапливало, это очень быстро сошло на нет. Правда, тем самым я лишил наш город притока свежей воды из этого озера. Главное, чтобы оно не высохло на скором времени. Я все же надеюсь, что оно у нас не высохнет, потому что, как я могу понимать, вот здесь вот находился у нас источник, который давал этому озеру приток воды, благодаря чему, собственно, оно и существовало. Но теперь его нет. Я надеюсь очень сильно, что у нас вода не прекратит свое существование. У нас коммерция прямо кричит, у нас не хватает товаров, причем по всему городу. Но у меня другого варианта нету. У меня остается только вариант сделать здесь нормальную развязку. Вот такую вот поставить здесь тупиковую развязку и уже от нее отталкиваться. Встала у меня здесь идеально практически развязка вот эта наша. Я думаю, вот здесь вот будет в принципе неплохое место. У нас вот здесь как раз есть некий уголок, где можно разместить нормально нашу... где можно разместить наши, в принципе, вот эти вот утилизационные заводы. Я думаю, это поможет нам, потому что вот эти вот места не будут как раз у нас засорять, что есть очень замечательно. Давайте здесь их построим. Наверняка временно я ставлю здесь вот такой вот у нас круг. Чисто для того, чтобы люди могли здесь переворачивать, чтобы эта дорога была не совсем тупиковой, а развязку я непосредственно хочу разместить над этим всем шоссейником. Я не знаю, насколько это сильно получится и хорошо, ну ладно, давайте посмотрим. Вот, вот такая вот у нас кольцевая развязочка получилась, но она тупиковая, поскольку с нее выездов нет, с нее есть только заезды. Хорошо. Такая вот примерно у нас развязочка получается. Впоследствии я, конечно, заверну как-нибудь и по-другому оформлю вот эту вот дорогу главную. Может быть, даже сейчас. Так вот примерно у нас как-то выглядит центр по переработке отходов. Думаю, что это вот так вот у нас одна главная дорога пойдет, а дальше посмотрим. Все, я доделал вот эту зону, осталось здесь только вот так вот заполнить промышленностью. Вот, теперь более ровно. И я хочу посмотреть, как это все будет происходить вообще у нас. Будет ли тут заполняться люди, людьми и работой, не будут ли тут заполняться людьми и работой. как это в принципе повлияет у нас на город наш. И теперь я размещаю здесь вот промышленные районы. Я решил сделать, попробовать, точнее, сделать здесь новый способ размещения районов. А именно, я сделал здесь, во-первых, везде двухстороннее движение, как можно наблюдать. Сделал здесь везде узкие дороги, потому что, мне кажется, это будет приносить какие-то свои плоды и приносить что-либо позитивное в наш город. И я решил сделать не каждый перекресток на каждом шагу, а перекрестки с какой-то периодичностью. А именно, здесь у нас периодичность в три клетки. И сейчас смотрим, как будет развиваться дальше наш город. Я очень сильно надеюсь, что потребность в сырье нашего города исчезнет со временем. Так, с мусором тут проблема, но, блин, я могу решить этот братан вот таким вот образом. По-другому, сорян, я тебе не решу никак его. Вот, тут есть более другая двуполосная гравийная дорога. Мне кажется, она более лучше в этом смысле. Вот, мне кажется, она более здесь эстетично будет смотреться. И на удивление, посмотрите, что происходит здесь. Во-первых, население нашего города растет вверх, деньги наши, финансы растут вверх. Стоп, я пока не забыл, давай сделаем Modern City Center, может быть, это как-то повлияет на все наше. Сделаем здания более современными. Вот этой вот разбилкой можно заняться и начать строить здесь вот непосредственно жилой район. Хотя я решил пока не делать, потому что у нас тут есть куча места под застройку, где можно застраивать здания. И, думаю, пускай пока у нас застраиваются вот эти вот маленькие здания, вот эта вот гора сначала у нас застроится, а потом уже будут здесь остальное, потому что вот эта вот часть у нас и отстроена. Кстати, я забыл совсем о парке, который у нас здесь есть. Приносит он, кстати, доходы. Замечательно. Может быть, повысим тебе уровень? Посетители для следующего уровня у тебя за глаза развлекательная ценность 248 из 420. Хорошо, давайте повысим развлекательную ценность, это не проблема. Тут же я размущу недалеко от этого всего кафе-шечку, недалеко от двух парковых плодкащей, что, думаю, очень даже замечательно будет. Так, что бы еще здесь разместить, в принципе. Так, я еще парочку поставил. Да, замечательно. У меня появились еще парочка беседок и для следующего уровня мне нужно аж 720, но мне кажется, я столько не потяну. Не уверен, что я, в принципе, это все потянул. Кстати, было бы неплохо еще разместить парочку дорожек. Да, вот так вот более наш парк выглядит разнообразие, что мне может не нравиться. Все, я вижу у нас потихоньку город устаканивается, замечательно. Осталось здесь проводить рабочие места. Хорошо, давайте их сделать. Людям нужны рабочие места. У меня тут куча мест, которые требуют того, чтобы построили здесь непосредственно рабочие места им. Я вижу то, что еще требуются места. Так, у меня этих мест сколько хочешь, ешь. Так, я предлагаю попробовать вот так вот сделать. Именно я не хочу вот эту клеточку застраивать и хочу посмотреть, как это, в принципе, будет происходить у нас. Кстати, что-то я об этом даже не подумал. Тут идеально же войдет какой-нибудь крупный грузовой аэропорт. Идеально же здесь встает, по-моему, нет? Я даже через этого здесь шестиполосную дорогу сделаю. Идеально просто он здесь встает. Правда, сколько? Четыре тысячи в неделю? Ты что, ебанулся? Ну хорошо, если ты будешь окупаться в грузовой аэропорт, то окей, но если нет, то не судьба, видать. И вообще, в тебя будут кто-то взлетать? Нет, братан? Нет, все-таки какие-то вот, смотрите, машины сюда заезжают, но я не вижу, чтобы кто-то отсюда выезжал. Ванзига мы особо не просели с этим аэропортом. Ну хорошо, он пусть здесь стоит. Ага, я вижу уже здесь какие-то не пробки, нет. Просто машины здесь едут очень плотно потоком. О-о-о-о, первый самолет. Офигенно, офигенно, ребята, самолеты, самолеты у нас теперь в городе есть свои самолеты. Правда, они грозовые, не очень классно. И то, что они не для людей, но обязательно я сделаю в следующих сериях непосредственно собственные самолеты. Как же долго я в этой серии просто большую часть серии наверное потратил на то, чтобы бороться с пробками. И тем более, что я с большей частью пробок в принципе не поборолся до конца. Так как большая часть машин хочет просто сюда попасть, давайте мы просто сделаем такую дорогу. Все вроде как я сделал дорогу и это должно как-то позитивно повлиять, надеюсь на это. Да, кстати, смотрите, самолеты очень даже активно это делают. Город, наше озеро потихоньку сухает, да? Из-за того, что мы отсюда воду откачиваем, а никак сюда вода не поступает. Хотя нет, вот как-то поступает, ладно. Надо, видимо, придумать новый способ откачки воды из какого-то другого места, но этим сейчас я заниматься явно не буду. Вот, 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 какой поток машин пошел. Давайте вот так вот еще соединием на всякий случай. Вот, теперь у нас получился здесь единственный светофор. Я думаю, с потоком машин должно тоже все наладиться. Я не пойму этих идиотов, как они здесь перестраиваются. Это фиг их знает вообще. Ладно, хорошо, я вижу еще потребность у нас по нашим деловым зонам. На самом деле нам строить здесь уже больше некуда, хотя есть вот здесь вот небольшой такой переулочек, и вот здесь вот можно строить дальше. Думаю, сделала здесь вот такое небольшое ответвление. Все-таки я в итоге снес эту дорогу, пусть машины едут в таком же дежурном режиме, как ехали до этого. Но мне кажется, никто не сомневался, что в итоге я все забью и снесу все к херам. Но в принципе в итоге я и сделал. Все, я вроде сделал и переделал эту нашу развязку. Как мне кажется, что очень подруктивно на наш повлияет город. Пока тут переделал, мне пришла еще тут одна в голову сделать идею вот такую вот развязочку. Посмотрим вообще, как у нас пробки, как пробки от нас избавляются и от мы избавляемся от пробок. Охуеть! Посмотрите на сумму, которую нам приносят все наши наш город. Аж 27000, 28-30 тысяч практически. Это охренеть. Как я посмотрел наш аэропорт в принципе. Хотя он приносит пользу, можно посмотреть, потому что по большей части он экспортирует наши товары. Хорошо. Я поставлю здесь малый аэропорт грузовой, что, как мне кажется, сделает только лучше, потому что во-первых, обслуживание обходится меньше, во-вторых, во-вторых, я еще не придумал, но мне кажется, это очень повлияет продуктивно. В итоге я прихожу к такому выводу, то что вот этому району необходим большой экспорт товаров, потому что по большей части они сейчас едут сюда и заполняют главную магистраль. Если вы здесь вот сделаете развязку, охренеть, куда озеро делось? Ребята, мы проебали озеро. Так, попробую сейчас откопать то, что тут было. Ну, блин, это что-то жесть какая-то. В итоге я посмотрел по маршрутам и этот круг не очень меня устраивает, придется его тоже перестраивать. В итоге как-то так получилось, я думаю, это как-то повлияет все-таки у нас на наш город и продуктивность нашего города. стоило лишь наладить нормальный экспорт товаров и вот поглядите как все замечательно сразу у нас получается. Так, озеро у нас хорошо, что вернулось и больше у нас вроде как... Хорошо, давайте продолжу сейчас делать экспорт. Я не знаю, как правда соединить с этим, хотя знаю, в принципе, что тупить. Надо по-любому скачать где-нибудь найти нормальные развязки, потому что такие очень не очень. Вот так у нас дорога встала замечательно. По направлению все правильно и люди пошли. Люди поехали и сейчас эта развязочка будет работать в полную свою силу. Хочу что поржать, посмотреть, как там вообще аэропорт помогает или не помогает самолеты. Расходы только расходы самолетам. Зато он, я так понимаю, приводит нам товары на экспорт, если посмотреть. Так, по маршрутам. Вот маршруты. В принципе, вот эти вот транспорты, которые здесь едут, это чисто транспорт, который занимается у нас перевозкой значит, вот этот весь транспорт занимается экспортом товара в наш город и, соответственно, он вызывает у нас приток денег от коммерческих организаторов. Вот, в принципе, у нас город начинает постепенно улучшаться. Как мы можем видеть, население мы еще чуть-чуть подняли, хотя, в принципе, мы ничего этим не делали. Как же он классно выглядит, я не могу просто. Хотя, вот здесь он немножко угловатый такой. Но от этого никуда не деться, это из-за того, что клетки там есть, которые я пока не купил, вот здесь вот можно будет разместить в дальнейшем аэропорт, я думаю, именно для людей аэропорт. Хотя, я слабо представляю, потому что для того, чтобы здесь его размещать, нужно к нему делать логистику из дорог, но пока... А дороги, это, соответственно, пробки. помнится, когда-то я делал автобусные маршруты, кстати, было бы неплохо сейчас посмотреть, как они вообще... И где они вообще? Пассажиров 120 человек, по 100 человек на ветку. Примерно. Хорошо, а по деньгам что нам это как обходится? Расходы, они все-таки и есть расходы общественного транспорта. Да, не густо. Хорошо, а кстати, такси, я же строил такси. Что по такси? Такси тоже приносят убытки своего рода. Но мне кажется, если я здесь парочку зон для такси размещу, то будет очень хорошо. Вот так вот, в таком вот табе. Можем видеть, что у нас большая сейчас потребность в коммерцию. Только в коммерцию. Но уже коммерцией я буду заниматься, наверное, в следующей серии. Я пытаюсь разобраться все-таки с пробками в этом районе, потому что, как можно видеть, большая часть этого района стоит по какой-то причине. Естественно, почему же они стоят? Все, так, для людей я разместил здесь какой-то мост. Только они все равно предпочитают ходить под машинами. Какие же вы тупые люди, а? Некоторая часть людей все-таки хочет убиваться, но, видимо, такая их судьба. И, как можно видеть, я здесь пробку разгреб. Хорошо, давайте посмотрим еще, где есть пробки. Вроде тут особых пробок нет. Тут просто есть загруженность трафика. Но это не пробки. Хорошо. Где еще есть такие вот прям заторы, заторыща? Вот есть улица, в которой есть заторы. Хотя, вроде, тут из заторов я никаких не наблюдаю особо сильно. Единственное, что есть тут потребность в светофоре, но он тут стоит. Но люди не соблюдают ПДД, поэтому тут есть такая вот проблема. Хорошо, где еще есть какие-то проблемы с трафиком у нас? Неужели? Стоп, что? Офигеть! Ребята, посмотрите на это. У нас начались перебои с электричеством. Я вижу то, что просто... Я вот еле заметил то, что у нас район страдает от электричества, от потери, точнее его. Да, это беда. То есть, нам не хватает просто нашей станции. Водяной. Вообще, я бы как поставил... То есть, у меня финансы сейчас позволяют поставить атомный реактор, потому что по электричеству есть реальный просад. Но, в любом случае, я этим буду заниматься в следующей серии. Потому что, в этой серии я, в принципе, выполнил все, что хотел. Я и аэропорт построил, я перестроил этот участок. И тут практически нету теперь пробок, который захламляет все у нас. Тут поток, можно видеть, просто двигается плотно, но пробок особых таких нету. В следующей серии, в принципе, можно начинать вот эту застраивать. Но, для начала, в следующей серии, пожалуй, я начну с того, что буду решать проблему с энергетикой и займусь постройкой атомного реактора. Ну, а на такой прекрасной ноте я, пожалуй, как раз и буду заканчивать эту чудесную серию. И, надеюсь, она вам понравилась и вы что-то смогли узнать для тебя новое. Но на этом я буду потихонечку с вами прощаться. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok